Всем привет! Вернулась в магазин АТБ. Что я купила? Купила 3 мороженых. Эскимос, шоколад в шоколаде. Очень вкусная руть. Так, масло по 20 гривен. Это добавлять в каши. В разные. Хорошая цена. Это ВСЛ Ферма. Дальше по 13 гривен. Вот такие макароны для пасты. Обожаю готовить мультиварки. Проблем вообще ноль. В акции шел булгур. По 16 с копейками. Ну, почти 17. Но не 21 гривен. Поэтому, думаю, возьму. Очень вкусная кашка. Так, это приправы. Куриная, грибная и черный перец. Самый дешевый 6,50 ВТБ. Так, взяла еще крупу пшеничную. Артек. Тоже покушать. Очень вкусная. Рис в пакетиках по 13. Это, по-моему, 7 гривен. По 3,90 салфетки. Это 2 хлеба. Не мне. Это очень попросил. Но все равно свежий, хороший хлебушек. Около 8 гривен каждый. Так, это воршки. Простоквашина. 10%. И как же без нее? Икринка. 21 гривен. А, и еще вот такую взяла водичку. Очень вкусную. Есть интуки. Номер 17. Она очень вкусная. По-моему, это Грузия. Властный импорт АТБ. Мне очень она нравится. Так, есть номер 4 и номер 17. И та, и та вкусная. Но с 4 не было номера. Так, и в АТБ я потратила. Сегодня я ранее отташка. Там уже была в 8,38. Так, 197 гривен ровно. Так, еще раз всем привет. Сегодня у нас суббота. И у нас проходят, наверное, уже последние сельскохозяйственные ярмарки. Потому что летом мэр Кличко запретил проводить. Ну, во избежание, может, там, отравления или недоброкачественных продуктов в жару. Поэтому воспользовалась моментом, что ярмарка почти под парадным. И немного прикупились мы. Так, купили вот такую вот клубничку. Очень много клубники. Кисловатое, мелкое. Вот эта клубничка из Акарпатья, как нам сказали, по 28, отдали за 25. Ну, вот этот вот ковшик получился на чуть больше 20 гривен. Больше не захотела, лучше потом свежий докупить. Покушать так взяли чисто. Так, значит, первое, что касаемо мяса. Купили два говяжьих языка. Вот такой вот один большой, это 150 гривен. 150 гривен килограмм. И чуть больше килограмма, но так как с почином отдала за 150. Так, и вот этот на 120. Тоже килограмм 150. Так, дальше взяли антрикот говяжий на 100 рублей. Это на 50. Тоже пускай заморожу, что угодно. Сварить, пожарить, перекрутить, пожарить нет. Тевтельки там. Так, и касаемо свинины. По 70 гривен отдала лопатку. Вот эта вот лопатка на 50 гривен. И сало. Крыжочек. По 55 гривен на 25 гривен. Такой вот небольшой. Так, касаемо мяса. Далее идем касаемо овощей. Взяла старую картошку по 5 гривен. Тут 5 килограмм. Вот. На 25 гривен. Так, дальше молодая картошка по 8 гривен. Тоже взяли 5 килограмм. Ну, короче, вот это на 50 гривен картошка. Так, лук зеленый, укропчик по 3 гривны. Цветная капуста по 13 гривен. Вот. Одну вот такую взяла. И одну чуть побольше пожарить. Дальше огурчики. По 15 гривен взяла. Так, немного попушить. По кило где-то. Так, и на голубцы взяла 3 капустыны. 3 капустыны по 5 гривен килограмм. Не помню, сколько они уже. 3 вытянули. Вот. Общую сумму покупок. А, напишу внизу. Так, и еще сейчас покажу то, что я купила на рынке и в магазине. Еще забыла показать. На рынке купила 3 десятка яиц. Беру всегда полтавские. Если есть или ясенцвет. Ясенцвет машина не приехала. Приехала Полтава. Вот такие вот. Ну, довольно-таки неплохие. Яйца по 11,50 десяток. Я считаю, что вполне нормальная цена. Они очень вкусные просто. Вот когда даже кушаешь яичницу, ну, действительно вкусное яйцо. Так. Это что касаемо ярмарки. Так. Далее. Значит, заходила в аптеку. Купила вот такой метрогил. Иногда там воспаляется где-то дисна. Да что. По 45 гривен, конечно. Но лучше его нету. Всегда беру. У меня всегда в аптечке лежит. Так. Далее в магазине я купила сметану славяночка. Это 16 гривен. Так. Украинский хлебушек. Это к салу взяла, пускай будет. В кофе 3 сливок 10% по 8 с копейками. Не в АТБ. Далее колосок. Это птичка. По пушкам. Сыр голландский. Я его попробовала, открыла. Очень даже ничего. Вот такой по 22 гривен. И провансаль щедра. 7 гривен. Так. И еще зашла. Я вот этих полуфабрикат. Я Ермилова или как-то Ермолина взяла блинчиков с творогом. Не было домашних каких я люблю. Взяла такие, пускай будут в морозильнике. Так. Ну вот в принципе все покупки. Сумму покупок напишу внизу. Потому что все точно не помню. Вот. Ну так. На этом буду заканчивать такое свое покупочное видео. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok